Но случай Леры Пайкачевой не единственный, когда благодаря неравнодушию мурманчан и золотым рукам хирургов у ребенка появился шанс. 12-летний Даниил Агеев с рождения страдающий ДЦП – один из самых первых героев благотворительного проекта «Море доброты» на Арктик ТВ. С каждым днем мальчик все увереннее шагает. Благодаря городской акции «Помоги спасти жизнь ребенка» за данный случай взялись знаменитые тульские хирурги. И вот результат. Даниил Агеев учится в пятом классе. Как и многие мальчишки его возраста, любят пошалить и пошуметь с друзьями на перемене, поиграть в планшет. Но на уроках он очень серьезен и сосредоточен, потому что мечтает стать учителем математики. Люблю я числа складывать, учить, отделить. Сейчас дроби. Даня Агеев – один из первых героев проекта «Море доброты». Зрители Арктик ТВ наблюдали за его историей еще в 2010 году. Тогда мальчику не было и пяти лет. Благодаря огромным усилиям своего отца ребенок проходит реабилитацию и борется с заболеванием. К слову, сам Владимир никогда не сетовал, что приходилось прикладывать много усилий, чтобы привлечь внимание к проблеме сына. Сейчас Данилу 12. Он жизнерадостный, активный мальчик и даже катается на лыжах. В скором времени планирует записаться в спортивную секцию. Раньше об этом он мог только мечтать. Но чуть меньше месяца назад Данилу повезло стать пациентом тульских врачей. Они оказывают помощь ребятам, страдающим ДЦП. «В январе, после новогодних праздников, нам ее сделали. Ну, вроде он сначала ничего не замечал, а вот со временем сам начинает замечать то, что он начинает лучше ходить, больше самостоятельность стал проявлять. Раньше все цепляется, а теперь уже более-менее начинает сам передвигаться, и подвижность его улучилась, увеличилась. Это вот спасибо докторам, что они сделали». Помощь хирургов стала возможной благодаря средствам, собранным во время акции «Помоги спасти жизнь ребенка». Городской проект стартовал 6 лет назад. В нем принимают участие организации и предприятия Заполярной столицы, а также неравнодушные горожане. Во многих общественных местах установлены пластиковые боксы. Их еще называют «добрые сердца». Именно туда любой желающий может внести посильную помощь. Каждая, даже незначительная сумма способна спасти жизнь ребенка.